Добро пожаловать на канал JoyWire, с вами Жо. Знакомьтесь с нашими новыми бойцами. Снайпер Дмитрий Деварс, Гренадер Руслан Вольфецкий, Рейнджер Кристина, Специалист Александр Лайт 61 И новобранец Джонни, Выпендрежник. Имена были взяты из Дискорд канала, так что живите теперь с этим. Ну что, приступим к поиску заданий. На полпути к окончанию поискового таймера мы получаем доступ к модульному оружию, а также случается технологический прорыв в направлении быстрой расчистки. Этот прорыв поможет сократить время инженеров на расчистку завалов. Дальнейшие поиски проходят без приключений, а результатом становится пополнение бойцов в рядах нашего штаба. Чтобы добавить свои ники в ряды штаба XCOM, читайте описание к видео. Отправившись на следующую точку поисков, мы получаем сигнал о новой цели. Что ж, у нас не так много времени на принятие решений, да и награды за задания достаточно привлекательные. Так что давайте приступим к миссии. Внесем небольшие изменения в отряд бойцов, которые отправляются на задания. Чтобы не зацикливаться на четырех основных бойцах и не попасть в просаг при гибели одного из основы, буду стараться брать на задания новичков. В этот раз на скамейке запасных останется Крис, ее место замер Джонни, который возьмет с собой светошумовую гранату. Аптечку торжественно вручим Лайту. Без дальнейших изменений отправляемся в бой. Скай рейнджер, деплое. Менас, готово деплое. Рекон indicates адвент data vault holding files critical to their latest operation was stolen by the resistance in this area. Unfortunately, the aliens were quick to reclaim the site, wiping out everyone they came across in the process. This is an opportunity to disrupt their project that we can't pass up. Neutralize all hostile forces in the area. Secure the site and recover the assets. Операция Небесный Лик. Перед нами большая карта, на которой нашими задачами будут захват цели и уничтожение всех противников. Начинаем с достаточно далекой пробежки по карте к объекту, которая дает свои плоды. Джонни замечает впереди двух прогуливающихся солдатов адвента. Если занять сейчас выгодные позиции, есть вероятность, что они сами выйдут прямо на нас. Заняв полноростовые укрытия, отправив Джонни просматривать территорию с возвышенности, наши солдаты прибегают к выжидательной тактике. Враг не заставляет себя долго ждать. Солдаты выходят прямо в нашу ловушку. Первым делает свой ход Деварс, который точным попаданием из снайперской винтовки отправляет одного из солдат на родную планету. Второй солдат адвента получает порцию свинца прямиком в темечко от Джона. Наши бойцы выиграли эту битву, но война еще впереди, и остается все меньше времени, чтобы взломать объект. Предпринимается попытка продвинуться вглубь сооружения. Подобравшись к объекту, Вольфецкий замечает человекоподобное существо, стоящее рядом с контейнером. Тайган сообщает нам, что это зовется сектоидом. К сожалению, у Вольфецкого нет возможности зацепить из гранатомета сразу двоих, поэтому на выручку подходит Джонни. Вольфецкий взрывает укрытие солдата, которого с шансом в 69%, добивает Джонни. Отличная командная работа. Выходить в открытый малозащищенный коридор не лучшая идея, поэтому бойцы встают в наблюдение. Вражина, в свою очередь, скрывается из зоны видимости. Принимается решение двигаться дальше, а Лайт тем временем взламывает контейнер. Взлом удался с лучшим процентом, чем можно было себе представить, так что Лайт повышает себе этот навык на дополнительные 20 очков. Не увидев и следа противника, бойцы отправляются вперед. Хоть одна из целей была выполнена, перед ними стоит еще одна задача, зачистить данную локацию от всех вражеских целей без исключения. Ожидая очередной ход в наблюдении, случается сдвиг в боевых действиях. Цель наконец-то показывает себя. Сектоид получает пулю в бок от Деворса, а выстрел, в свою очередь, провоцирует на движение затаившихся рядом соратников нашей цели. К сожалению, остальные выстрелы не находят своей цели, но начинается ход наших войск. Вольфецкий, подтянувшись поближе, словно Шакил О'Нил, закидывает очередную гранату противникам под ноги, разрушая их укрытие. Лайт заходит с фланга, а Сектоид, вспотев и выронив, отправляется в мир иной. Деворс продолжает удивлять себя и сослуживцев мастерской стрельбой из винтовки. Из противников остается один Сектоид, но среди оставшихся бойцов шанс на попадание крайне мал, поэтому Джонни принимает решение закинуть супостату светошумовую гранату. Вольфецкий с фланга наносит значительный урон цели. Лайт, подняв лут, добивает раненого противника. Это победа. Благодаря слаженной работе бойцов очередное задание выполнено со статусом безупречно. Сделав постер на память, отправляемся в родную обитель. Отличная, качественная работа заслуживает награды и двое из наших бойцов получают повышение. Джонни становится специалистом. А Лайт повышается до Капрала. На данный момент пойдем у него по ветке нанесения урона противнику. В любом случае, можно будет открыть параллельную ветку бойца позднее. Осмотрев найденные в бою предметы, отправляемся на базу. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Дима и Руслан Стали настоящими боевыми братишками Мои поздравления Заканчиваются материалы Но с этой проблемой мы можем справиться Путем исследования точки на карте Дима и Руслан Ученый Это отличное дополнение к нашей базе Но сейчас материалы Нужны немного больше Прервавшись на назначение Нового исследования Мы немного подождем С продвижением по сюжетной линии И начнем исследовать гибридные материалы Всего три дня Не должны привести к плохим последствиям для нас Закончив с гибридными материалами Получаем вдохновение в биотехнологиях пришельцев Похоже, XCOM не хочет дать нам шанс на исследование средств связи Ну что ж Наконец-то нам удается разобраться с материалами В результате получив 64 материала в казну К сожалению, этого недостаточно для постройки новых отсеков Но тяжести в кармане лишние средства нам не прибавят Назначаем на еще несколько расчисток нашего нового инженера Исследование быстрой очистки уже дает свои плоды У нас уже несколько пустующих отсеков, ожидающих новых построек Не хватает только средств на постройки Но думаю, с этим вопросом мы постепенно разберемся Теперь направимся на поиски нового ученого Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всего доброго! Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА